Всем добрый вечер. Уйдёмся в трансляцию из нашей столицы, Дешковицы, Закарпаттия, Украина, первая синагога в Западной, Центральной, Восточной Европы. Значит, у нас сегодня центральный урок, так называемый, и тема его будет «Женщины и Ханука». Так как сегодня, ну, женщина — тема вообще важная. Да, у нас одна шестая, Мишны и Талмуды — это женщины, в смысле, это мужчины интересуются собой, но назвали женщин. Да, значит, и так как у нас ещё сегодня тьмы больше, чем света, то дни Хануки они, конечно, прошли, но в то же время есть ещё о чём говорить. Итак, известный принцип, который изложен в нашей традиции в Талмуде, что женщины свободны, освобождены от исполнения заповедей, причина которых — время. То есть мужчины — да, обязаны, женщины — не обязаны, хотят, делают, не хотят, не делают. В этом плане мужчиной быть хуже, женщиной лучше. Мужчина обязана, никто не спрашивает, да, встал, помолился, делал тфелин и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, если так, то спрашивается, должны ли женщины зажигать ханукальные свечи. Ханукальные свечи — запись, связанная со временем, она выпадает в определённое время. Ханукальных свечей нет весной, нет летом, даже осенью, как правило. Только одно время в конце кислева. То есть это классическая заповедь, связанная со временем. И это то, что спрашивает Талмуд, обязаны ли женщины зажигать ханукальные свечи. Спойлер — обязаны, должны. И так написано в Талмуде, в томе Шаббат, что вопрос очень простой. Женщина, конечно же, зажигает ханукальные свечи, как сказал Рабьешу бен Леви. Женщины обязаны зажигать ханукальные свечи, потому что они были при том чуде. При каком чуде? Зажигание. При том. Это правильно. При том. Молодец. А мы говорили, да, что же там было за чудо. То ли Неспахашемин — чудо этого вот горшочка с маслом, горшочек варенья варенья варенья, то ли чудо победы. В общем, всё то, что назовем ханука, коллективно в данном случае имеется до чудо. Значит, женщины были при том чуде, поэтому, таким образом, выходит, что это исключение, да, то женщины освобождены от обязанности, завтра началась со временем, но ханукальные свечи и субботние, но субботние — это другая тема, это как раз исключение из этого правила. Итак, Раша пишет на то же место, что не имеется в виду, что женщины были с мужчинами в то время вместе. Понятно, что женщины были с мужчинами, у нас нет раздельного общества. Значит, ну что? Но Раша пишет другое, что ханукальное чудо произошло из-за женщин. То есть женщины, они… Добрый вечер, Росаш. Женщины — они причина хануки. Женщины — причина хануки. При том, что сейчас видим, что женщины не воевали ни с мячом, ни с копьём, ни с диском, ни на коня не скакали. Так вот, утверждает Раши, что женщины — причина хануки. Поэтому женщины разжигают ханукальные свечи. Итак, каким же образом из женщин стало ханукальное чудо? Значит, пишут Тосфад на том псахим, Кавхета Мудбет, что, значит, они объясняют, что Раши… Тосфад, да, там, это более поздние мудрецы, там, после Раши, первых поколений, там его внуки были не один, но не только. Это коллективное имя несколько сот раввинов раннего средневековья, там, например, и так далее. Значит, они объясняют Тосфад, что чудо, которое произошло из-за женщин — это чудо, которое произошло из-за иудит. Мы на прошлый раз в Россоши не только обсуждали канонические и неканонические книги. Кто помнит? Мы сказали, что у разных тут фирм есть книги, которые называют неканонические, но важные. И одна из этих книг — это книга «Иудит». Вот так. Книга, которая у нас считается внешняя книга с Фарим Хитсуними. Итак, и вот, значит, ее история «Иудит» — есть несколько версий. Я приведу основные из них. Что же там было? Значит, первую версию приводит книга «Кольба». Книга «Кольба» — это очень важная книга в Аллахе, в юридском законе, книга раннего средневековья. Значит, она пишет, источник многих наших обычаев, как что и как мы делаем на празднике. Значит, 104 глава пишет так. «Женщины обязаны зажигать ханукальную свечу, так как и они были в том чуде, имеется в виду, что враги, эти греко-сирийцы, пришли для обеда Кольба все искоренить, всех убить, то ли физически, то ли духовно, скорее всего, духовно, и также пришли, значит, также убить и истребить женщин и детей, владенцев». А есть объясняют, что это история, которая произошла из-за женщины, из-за нее случилось великое чудо, и звали ее иудит. И так, как написано в Агаде, она была дочь Йоханана, первосвященника, и она была очень-очень красива. Обычно пишут «красива» или «очень красива». Например, в Торе написано про кого-то, что он красивый. Про Рахет, да? Яфат Тор, Яфат Море. Сару, значит, да, это Авраам говорит, что я знаю. Это как бы свидетельство мужа. Муж может быть не объективно, любит свою жену. А когда написано в третьем лице, как факт, то это слова Всевышнего. Авраам говорит, я знаю, что другие люди там на тебя могут осматриваться. Может, это не так, они комплимент делают, да? А когда Тора пишет, в Рахеле это Яфат Тора, Фат Море, Рахель была красивой Астаном, красивой видом, то это абсолютное свидетельство Всевышнего. Про эстер, как известно, написано, что она была всего лишь хороша видом и хороша Астана. То есть Рахель в более превосходности, то же самое Юсеф, так и он цель Рахель. А здесь, значит, написано Яфат Туар Меод, очень красива Астана. Да, то есть здесь такая превосходная, значит, ступень, то есть действительно красавица, хорошо. Итак, и сказал ей царь Греции, имеется в виду тот Антиох, Эпифан IV, безумный, значит, чтобы она спала с ним. И она накормила его молочной едой, имеется в виду, как это, что-то типа брынзы, когда, значит, соленый сыр, который хочется пить. И он очень хотел пить и попил много и опьянел. И объяснил, что попил. Мы пьем легкие напитки, пепси-колу, да. В их время легких напитков не было. Пили вино в разной концентрации, да, то есть есть некий концентрат вина, очень крепкое вино. Дальше, насколько разбавите водой, настолько и будет. Если сильно разбавим водой, то да, получится такая крашеная водица. Но, как правило, опять-таки, запивали вином сколько в среднем процентах? Двенадцать с половиной, я не знаю, да? Там сладко, мы скажем, на вино в Европе принято. Значит, поэтому, опять-таки, как правило, да, еду запивали вином. Поэтому французы ничего не придумали. Это они просто взяли из древнего мира. Итак, попил он много вина и опьянел, и прилег, и заснул. И было ей так, когда он, этот, значит, глава грехосирийцев, прилег и заснул, взяла на его меч, отрезала ему голову и принесла в Иерусалим. И, как увидели, значит, армия грехосирийцев, что погиб их герой, убежали. И так стали на хануку что делать еду из молочных продуктов и из соленого сыра. Ну, как? Я же сказал, что Кольба приводит много первоисточников на разные традиции. Да, вот он приводит традицию, почему кушают молочные на хануку. Хорошо. И поэтому, значит, пишет Рима, Радимоша Исерлиш, значит, в своей книге, да, значит, которая вошла в Шуханрух, значит, Наура Хаим, он пишет следующую вещь, Симанта Фреша и Бет. И также Ешим Рим говорят, он всегда приводит такое мнение, говорят, что это важно, мне не нужно с ним считаться, говорят, что в хануку нужно кушать молочные продукты. Почему? Потому что из-за них, из-за молочных продуктов, случилось чудо, так как Юдит накормила врага молочных. О как! Соблюдаем традицию. То есть у нас есть, получается, врага молочных, сейчас нужно для себя поесть, а сейчас мы себя, так сказать, исправляем, да, то ему ушло на здоровье, как говорится, на здоровье, лишь бы мертвый был. А здесь, получается, у нас есть два, значит, две такие интересные традиции, одна на шивод, другая на хануку, кушать молочные, значит, продукты. Это, опять-таки, интересно, что Шкеназов более-менее, из-за того, что Римайю пишет из Польши, традиция более-менее выветривалась, но у Сефардов, кстати, она осталась. Они, да, кушают молочные, любые вот такие, ну, блинчики с творогом они делают на хануку. Хорошо. Итак, это первая, значит, версия, значит, истории на хануку про юридит и чудо, как это связано с ней. Опять-таки, обратите внимание, что здесь намеком упоминается тяжелейший приказ греко-сирийцев, что женщины должны там отдаваться сначала каким-то греко-сирийцам, а потом своим мужьям. Это то, что пишет Талмуд, есть в Верусалимском, в Вавилонском, значит, в Вавилонском в Хтубот, в Верусалимском тоже в Хтубот, значит, да, что упоминается, что был приказ, что когда люди женились, то первую, значит, это, так называемое, право первой брачной ночи, оно было за греко-сирийцами. Гегемон. Гегемон – это не гегемон пролетариат, а вы видите, гегемон – это, как правило, это какой-то там церковник, епископ, бишоп и так далее, но в данном контексте это какой-то там вождь и начальник греко-сирийцев, что он, значит, сначала должен был быть с невестой. Вот так. Есть более развернутая версия книги «Иудит», опять-таки мы дойдем потом до книги Маковеев, есть, значит, известный, значит, цар Медрадшим Айзенштейна, который приводит на Хануку, значит, следующую историю. Учили наши мудрецы, да, ровно талмудический язык, учили наши мудрецы, когда во время, в дни злодейского царства греков, когда они, они, греко-сирийцы, приказали, что все евреи, да, значит, должны стереть имя Всевышнего. Что за странный приказ? Как можно стереть имя Всевышнего? О, слушайте, греки придумали, значит, они сказали, приказали такой следующий закон. Значит, каждый, у кого есть замок, имеется в виду большой, не замок там на горе в Чехии, а замок амбарный большой такой, которым закрывали, электронных тогда еще не было, да, все закрывали на замок, там, дома, сараи, каждый, у кого есть замок, у всех, другими словами, он должен написать на этом замке, что нет у него доли в Боге Израилеву. Вот такой приказ. Да, то есть никто не писал там на доме лозунги, народы партии, мы там с Богом, шма-исраиль, никто не писал. Греки сказали, напишите и сотрите. Ну, что сделали евреи? Выкинули все замки. Коммунизм, все открыто, как в кибуцах в Израиле, люди не закрывают дома. Есть полно места в Америке, люди не запирают машины. Да, то есть, окей, если вы сказали такое дело, как это, на каждый болт есть своя гайка, евреи просто выкинули все замки. Приказ на замке писать, замка нет, все, свободен. Хорошо, это начало, да, то есть у нас есть противостояние. Хорошо, тогда еще не удалось. 0-1, проиграли греки. Есть второй тайм. Вернулись грекосирийцы и приказали, каждый, кто женится на женщине, сначала первую ночь женщина проведет невесту у гегемона, а потом придет к своему мужу. О как, это уже более тяжело, тут не про замок. И было это дело, этот приказ, то есть, существовал. Три года и восемь месяцев. Да, есть у нас, написано, что египтяне кидали мальчика в Нил, да, мы сейчас в книге Шмот. Да, сколько это существовало? Если бы это было действительно долго, то еврейский народ бы кончился. По мнению Медраши, это длилось, Медраши говорят, три месяца, говорят, полгода. В общем, это было какое-то время, но тоже не бесконечно. Здесь запоминается три года восемь месяцев. До той поры, пока выходила замуж дочь Йоханана первосвященника. И когда ее, значит, уже собирались отвезти к гегемону на эту ночь, она разорвала покрытие своих волос, когда, наверное, не было париков, наверное, были платки, логично предположить, и разорвал на себе одежды, и стояла перед всем народом голая, отнаженная. Сразу же Иуда и ее братья переполнились гнева на нее и хотели убить, как она их позорит. «Сказали ей вот всего лишь рифа, ее, значит, жечь, ровно как Иуда говорит про Тамару в Торе». Это цитата, один к одному. «Сказала она им, вы стыдитесь из-за того, что я тут перед вами, а меня к необрезанному и поклоннику не стыдитесь на ночь провести? От этого вам не стыдно?» Иуда и его братья договорились, что убьют гегемона. Тогда, значит, одели ее, сестру свою, в самой лучшей одежде, в любых шмархут, царской одежде, то есть это пурпурная, царская одежда пурпурная, там золотая цепь такая, да, хорошо. Значит, сделали ей хупу. Хупа – это богатые люди, император римский, человек сидел на таких носилках сверху, чтобы, не дай бог, солнце чуть-чуть не посвятило ему. Строили такую переносную хупу, его несли, вели впереди, посыпали лепестками роз. Ну, в общем, были такие вещи. И, значит, вот ее несут к этому гегемону. Заказали музыкантов со скрипками, с контрабасами и со всеми музыкальными танцами и делами привели к дворцу гегемона. И так, как услышал и увидел гегемон всю эту процессию, сказал своим рабам и министрам, видите, как меня уважают евреи, ведь эта девушка, она из великих дочерей Израилевых, она из потомства Аарона Акуэна, Аарона-первосвященника. Как они рады исполнять мою волю? О как! И поэтому надо им, евреям, этим оказать большой почет. Переказал вывести всех наружу, зашел Иуда со своими братьями, отрезали ему рожь, отрезали ему голову, заодно там пару золотых монет забрали, в общем, как это, шалаль, добыча, добыча заодно там, пару копилок в стенке опустошили и задавили греков еще дальше. Это, значит, еще не конец. Так как услышали в Греции, что убили их человека, так это могли оставить? Не могли? То пришли войска на Святую Землю. Пришли, окружили Иерусалим и очень испугались евреи. И была там женщина-вдова по имени Иудит. То есть обратите внимание, все, что было сейчас, это была присказка, сейчас будет сказка. Это было введение в предисловие. То есть история с дочкой Ханан-Пера, священника, ее не звали Иудит. Мы не знаем, как ее звали, потому что это не важно. История про Иудит начинается сейчас. То есть это начало восстания. Итак, была вдова по имени Иудит, и она взяла свою рабыню, пошла, попыталась выйти из Иерусалимских ворот, Иерусалим в осаде. Сказала она охранникам, пустите меня, и я выйду, возможно, из-за меня состоится чудо. То есть, возможно, я приведу к тому, что будет чудо. Возможно, да, возможно, нет. Выпустили. Пришла она к царю. Что ты хочешь, сказал ей? Она сказала, господин мой, я дочь великих людей в Израиле и братья мои пророки, и я слышала от них, что они, мои братья пророчествуют, завтра пойдет Иерусалим в твои руки. Знаете, из таких секты там тоже пророки, руки поднимают, видели, слышали, рассказывали. Она ему рассказывает, что ее братья пророки, и они там напророчествовали. Так как он услышал это дело, пророчество, очень-очень обрадался великим делом, великой радостью, а был у него, у греческого царя, один из мудрецов, который смотрел по звездам, звездочет, астролог, не пророк, более научный человек, и говорил ему, вижу я, что евреи возвращаются к Чуве, к Раскане, к Отцу Небесному, к Торе, и ты не можешь их победить. То есть, у него есть свой пророк, в кавычках, который пророчествовал ровно наоборот. Тут приходит какая-то непонятная женщина, говорит, мои братья пророки, и они сказали, все будет как надо. Ты победишь, Иерусалим завтра пойдет от твоих рук. И рассердился очень царь на этого своего пророка-астролога и приказал связать ему руки-ноги, и связали его, и приготовились повесить на дереве перед Иерусалимом. Они вовнутрь не зашли. Они осаждают Иерусалим, перед Иерусалимом повесили. Сказал он им завтра, сказал им царь, завтра повесим. Мы говорили отложенный платеж, завтра повесим. Хорошо? И царь очень-очень поверил этой иудит в вдове и полюбил ее. Обратите внимание, про нее написано, что она была очень красива. Про нее вообще ничего не написано. Была она красива, некрасива, обкользовалась косметикой. Это про дочь Ханан Презвеченник написал, что была очень красива. Здесь про нее написано еще другие вещи, что она была вдова. Но он ей поверил и поэтому полюбил. Отсюда мы видим, что есть некая связь между верой и любовью. Не про это сейчас речь. Сказал ей, хочешь выйти за меня замуж? Имеется в виду, не хочешь со мной провести ночь? Это то, что имеется в виду. Собирался буквально жениться на ней. Сказал ему, господин царь, я не достойна даже одного из твоих рабов, которые тут у тебя. А уж тем более ты такой великий человек, но так как сердце твое значит хочет, то прикажи провести голос по всему лагерю военному. Что когда увидят две женщины идут к источнику воды, то чтобы их не трогали, потому что я должна окунуться и очистить себя. Очистить себя. Что имеется в виду? Миква. То есть она говорит следующую вещь. Да, значит, я такая недостойная, но ты такой великий. Сделаем все как надо. Надо сходить в микву перед тем, как мужчина и женщина соединяются, но так как мы тут две женщины везде мужики, чтобы нас не трогали, прихожи и я твоя навеки. Сразу же провели голос, объявили, ну не микрофон, были люди, у которых была профессия громко кричать и вешивах, и в армии. Это реально лошатай, так это называется. Хорошо. И сделал царь великий пир. И пили, и напились все, и каждый потом пошел в свою палатку, а царь сидел с ней и заснул. И пошла та иудит, и взяла меч, другой, более тонкий, и отрезала ему голову, и накрыла его простыней. И пошла с головой этого греческого царя к воротам Иерусалима и сказала, откройте мне ворота, уже сделал Всевышнее чудо через меня. Сказали ей охранники, еще недостаточно, что ты грешила и занималась там проституцией, так ты еще пришла нас обманывать ночью. Не хотят ей открывать, не верят ей. женщины ходят к врагам. Тогда она показала им эту голову, это знаменитый рисунок, кто там нарисовал, и открыли ей ворота, и все громко закричали ворота. И так как услышали греко-сирийцы шум у евреев, что это происходит, какая-то движуха, то они сказали, идут они нас войной, надо быстро, как это, тревога, быстро одеваемся и на войну, ночью, обычно воевали днем, да и сегодня, как правило, воюют днем, тогда тем более. Пошли к своему царю, нашли его без головы, и напал на них страх, разные виды страха, и убежали все, и преследовали их евреи, и убили многих из них, так сделает Всевышний нашу месть, нашим врагам в скорости, и привезет нам избавление, как сказано, валится он грели, и пришел исповедитель всех. Это конец этой истории. Теперь нужно сказать, что здесь есть одна большая проблема. Проблема на следующий. Есть несколько таких историй, правильно? Где они фигурируют? Есть похожая история с сестрой и Яэль, мы еще к ней вернемся. То есть мы видим, что есть некий прототип таких историй, значит, есть враг евреев, есть женщина, не обязательно еврейка, например, Яэль не еврейка, которая этого героя говорит, давай, давай, а на самом деле ровно наоборот, его убивает Яэль там ему. Что втыкает? Колышек ему. Колышек ему. Здесь значит меч или более тонкий меч. Основная проблема, что мы говорим, что Ханука это греко-сирийцы, это конец второго храма, это примерно второй век до новой эры. Однако в этой книге Иудит, судя по всему, история начала второго храма, а не конца. Дело в том, что там упоминаются персидские имена. Персидские имена это не греческие имена, другие имена. В самой книге, кто читал книгу Иудит? В неканонической. Где Евдокия? Дома. Дома читает. Есть еще зацепки. Например, упоминается вот эта первая девушка без имени, которая была очень красива, дочь первосвященника. Этот первосвященник, он начало второго храма. Этот первосвященник упоминается в книге Нехемья. Мы говорили, что 24 книги суббитания Эзра Нехемья это единая книга на этот подсчет. Так вот в книге Нехемья 12.10 значит упоминается этот вот первосвященник Айошуа родил Йоакима, Айоаким родил Малешива, Иляшива Йоаду. Так вот этот Йоаким это вот этот первосвященник. Она его дочка. И он был в начале второго храма, а не в конце. То есть история про Иудит была. Вопрос когда? Или еще вариант было несколько аналогичных историй. Это скорее всего. Сейчас это увидим. Итак, хорошо. Значит, в самой книге Иудит не упоминается про молочные продукты, если кто нас читал. То есть это упоминается в грейских предоставщиках, в грейских предоставщиках. В книге Иудит, которую мы сказали, неканоническая, которая у христиан, у православных, она неканоническая, она важна. Там упоминаются, сори, там не упоминаются молочные продукты. Значит, и еще, опять-таки, если уже упоминать молочные продукты, то это, конечно же, история Ели-Сесры. То есть и в книге Иудит, и в Ели-Сесра есть молочные продукты. Что с Ели-Сесра, что она там дала ему попить? Как? Сливки. Сливки, да, такой перевод. Хорошо. Смотрите, значит, в книге Шовтим, четвертая глава, значит, есть история про Ели-Сесру. В конце войны с сесрой, с кнанейцами, значит, четвертая глава, Шовтим, судя предложения, Сук-17. А сесра пеши бешал к шатру Ели, жены Хевера кинанейца. То есть Яэль и Хевер неевреи. Но мир между ними евреями, и также у них хорошее отношение с этим сесрой. Потому что был мир между Евином Целем Хацор и домом Хевера кинонейца. Это большая пешкуха, большой клан. И вышла Ели навстречу с сесрей, сказала ему, зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся. И зашел он к ней в шатер, и лег, и укрыл его одеяло, и сказал ей, дай мне, пожалуйста, немного воды напиться, потому что изжаждал я. Я очень жаждал. Уже жаждал в прошлом. И открыл ему мех с молоком. Он просит воду. Почему он дает молоко? Как? Ваши, я знаю, в воде. Засыпает. О, но не только засыпает. Из-за молока, мы же сказали, молочные продукты, они придут еще к большему, еще к большей жажды. То есть она, видимо, надеется, что он потом попросит запить, это вино. То есть молоко, оно жидкость, но есть соленое молоко? Кислое. Мы не знаем, какое это молоко, но из факта, что он просит воду, а надо это молоко, это, видимо, это намек, что это все-таки соленое молоко, и он снова захочет попить уже вино. Однако до этого еще не дошло. Он сразу заснул. И так дала она ему молоко, напоила его и снова укрыла его и сказал, не стой, входа в шатер, будешь, и кто придет и спросит тебя, скажет, есть ли кто-то, отвечу, никого нет. И взяла Эльжина Хевера колышек от шатра и хватил тяжелый молоток рукой своей, да, опять-таки молоток, маковей, макабель, да, это тоже молоток, молот, то есть есть, обратите, связь между двумя терминами. И так подошла к ним потихоньку, он спит, он заснул, даже до вина не дошел, уже после молока заснул, и вбил им колышек в висок, что он прошел насквозь и воткнулся в землю полностью, да, нет там, что, скорая помощь спасет, уже некого спасать, насквозь прошел. А он крепко спал, уставший, и умер он. И вот барак, приседуя сесру, ищет, вышла Яэль, навстречу ему, и сказала ему, пойдем, покажу я тебе того человека, которого ты ищешь. И вошел он к ней в шатер, и вот сестра валяется мертвый и колышек в его виске. И станем всесильный в тот день явина царя Кнана перед сном Израиля. С тех пор становилась рука снова Израиля все тверже и тверже над явином царем Кнана, пока кончат в песне Двора там есть одна очень важная подробность, которая здесь отсутствует. Какая? В песне Двора есть то, что упоминается вот про право первой брачной ночи. Значит, Двора говорит там, что он упал сраженный между ее ног, что он тоже ее добивался, и страдает то, что он ее гость. Это напрямую написано, посмотрите в песне Двора. То есть, она его хотела усыпить, она его опасалась, что он ее изнасилует, а то, что он пытался сделать. Тем не менее. Да, значит, поэтому опять-таки представляется, что линия на молочные продукты это вот влияние вот этого вот истории Ели-Сесвы. И поэтому в резких мадрошах значит, этой истории нет, только Кольба ее приводит и Рыма. Азин, что мне приводит, а вот книги христиан, книга Иудит, они ее да, приводят. Хорошо. Значит, здесь мы идем дальше. Кроме того, есть связь между книгой Иудит и книгой Даниэля. какая? Первая глава, как раз наоборот. Дело в том, что опять-таки это значит Иудит, опять-таки нигде не видно, что она там, там описывается, что он закатил пир, типа женится на ней, но она нигде там не кушает. то есть она отказывается есть все нечистое, все некошерно говоря нашим языком. Как известно, Даниэль отказывался кушать нечистое. Итак, где у нас написано по книгу Даниэля, где Иудокия, дома, написано в книге Даниэля в Писаниях, в первой главе, первая глава Даниэля, пятая, пятая, после пятой предложения, значит им царь, еврейским мальчикам, повседневную пищу царского стола и вино своих напитков. С одной стороны, царский стол, это хорошо, это самые лучшие продукты, с другой стороны, это стопроцентно, это яйнессах, это вино идолопоклонников. Сегодня есть на Галаху несколько уровней вина, сегодня это тоже запрещенное вино, обыкновенное в Акзине, называется стамьинам, просто не вредское вино. Более худший уровень это вино идолопоклонников. В церквях возливают или те же разные религии на Востоке, то, что раньше было. Так вот здесь, конечно же, невходный царь, значит, это вино идолопоклонников напрямую. Значит, и приказал растить их, еврейских мальчиков, три года, по стечению которых они должны пристать перед царем. И были среди них потомки иуды Даниэль, Хананья, Мишель и Азарья, которых кинули куда? В Говорют к львам. К львам их кинули, вы их не тронули. И назвал он Даниэля Белшацаром, Хананью, Шадраха, Мишеля, Мишаха, Мазарию, Аведам, дал им вавилонские имена. Так же, как и Йосефу, фараон дает египетское имя. И решил Даниэль в сердце своем. Обратите внимание, он никому не сказал. Он не сказал, я кошерно питаюсь, только бодат, там, шницель, рава, ой, арбаха. Он ничего этого не говорил. Он решил в сердце своем. То есть, даже своим друзьям не сказал. И решил Даниэль в сердце своем оскверняться пищей, царской вином из напитков его. И поэтому вот эта формулировка оскверняться, она по сей день верна для чего-то некошерного. Что и евреи Ибнэй Исраиль, ибнэй Ноах не должны оскверняться запищенной пищей. Я вас приветствую, Исайян. Рад вас видеть. Хороший сюрприз. Здравствуйте, Василий. Да? То есть, это не просто человек что-то не то кушает. Это не то, что он нарушает запрет, он нарушает. Человек оскверняется, оскверняет свою душу. То есть, это гораздо больше, чем просто какое-то нарушение, какой-то запрет. И решил, да нет, сердце со мной оскверняться пищей царского стола, даже царского стола, и вином из напитков его. И просил он старшего из придворных, чтобы позволил ему не оскверняться, чтобы позволил кушать свою пищу. У нас здесь люди в Лужграде, я лично знаю, вы тоже, ходят со своей едой в таких пластиковых коробочках на разные мероприятия. Сел, покушал свою еду, прям как Даниэль. Он же тоже наверняка не голодал, не на диете был. Он кушал, только что-то свое. Поэтому патенту он всегда заранее подумать, предусмотреть, что будет, не осквернять свою еду, что человек привозит свою еду. И не обязательно в это громко кричать. Это можно сказать, сердце своем, решить, да? И дал Бог Даниэлью благоволение и милосердие старшего из придворных. То есть, его трюк прошел, сработал. Хорошо? Итак, мы видим, что у этой истории, истории Иудит, есть, опять-таки, много, как сказать, прообразов. То есть, это то, что мы говорим, что история, видимо, была, стопроцентно была, и была не раз. Но так как она описана в книге Иудит, это некая компиляция. Поэтому у христиан она считается за важную книгу, а у нас она считается за несвятую книгу, за внешнюю книгу. И, кроме того, в рамках компиляции есть, опять-таки, параллели между осадой во времена Санхирива и Царахискияу и вот этой осадой греко-сирийцей. Верно? Очень похоже. Да, значит, там есть осада, есть Иерусалим, есть тяжелое положение и люди готовы сдаться. Итак, где у нас история про Хискияу Санхирива? Это мы даже без Евдокии помним. Мы зачитывали эту историю не один раз. Это во второй книге царей, да, значит, 18-19 глава. Да, да, мы упоминали в Росаши, как у Хискияу про Хискияу к нему ходил или не ходил, как выдал в итоге свою дочь, как родились два сыновей, которые, да, были нехорошие. И, опять-таки, да, значит, известная речь Равшаке, который говорил на еврите, чтобы деморализовать всех евреев. Итак, мы во второй книге царей, 18-я глава, Пасук 28. Слушайте слова царя великого, царя сирийского. Так сказал царь, да не бастит вас Хискияу, потому что не может спасти вас от руки его, царя Вавилонского. И да не бастит вас Хискияу, царь надежду на Бога, на Бога Израиля, говоря, мол, наверняка спасет нас Бог. Не будет отдан город Иерусалим в руки царя сирийского. Не слушайте Хискияу, так сказал царь сирийский, заключите со мной мир и выходите ко мне. Выходите, сдавайтесь, открывайте город. И пусть каждый ест плоды своей виноградной, лозы, каждый ест плоды своей смоковницы, каждый пьет воды своего источника, мирно. Это такой идеал в сельскохозяйстве, да? Каждый пьет свою воду, своя смоковница, свой виноград, все. Пока не приду я царь сирийский и не возьму вас в страну вашу, как страна ваша, возьму вас в другую страну, выгоню, выгоню из Израиля. Страну хлебных злака, молдового вина, страну хлеба виноградников, страну олив, дающих елей, меда. И будете жить, вы не умрете. Напоминает про всем плодов Израиля, но не оно. Это страна Сирия. Я выгоню вас в другую землю, тоже хорошую, но не Израиль. И не слушайте их из Киа, когда завлекает он вас, говоря, мол, Бог спасет нас. Спасли ли боги этих племен каждую страну свою от руки царя сирийского? Эрберический вопрос. Где боги Хамата и Арпада? Это города-государства. Где боги Серафима, Гены, Ивы? Разве последний Шамрон, Самарию от моей руки. Сан-Хирив, да, значит, выгнал 10 колен, разрушил уже одно иврезкое царство, северное, Израиль. Кто, чтобы спас Иерусалим от моей руки? Молчал народ и не отвечал ему ничего, потому что таков был приказ царя Хискияу, не отвечайте ему. Да, то здесь опять-таки единственная речь, которую мы находим в этом Писании, когда, значит, вот полная речь, да, все боги ничто, только мои боги, я своей рукой, царь Сирийский, всех побеждаю. Зачем она дана? Чтобы показать, что это неверно. Мы видим, да, мы знаем, что это ровно, это ровно все не сработало. И здесь есть знаменитая молитва царя Хискияу, да, царь Хискияу тоже, значит, и было, когда он слышал это, царь Хискияу, то он тоже разорвал свои одежды, знак траура, потом пришел в храм, переменил одежды, в храм нельзя входить в разорванных одеждах. Это следующая глава, девятнадцатая глава, по сути 15, и молился Хискияу Богу, говоря, Бог все сильный, Бог Израиля, пребывающий над кровимыми, только ты один Бог всех царь земли, ты создал небеса и землю, преклони Бог ухо свое и услышь. Мы говорим это, эти слова в Тахануне. Каждый день, когда читается Таханун, эта молитва Хискияу написана, преклони ухо свое и услышь, открой Бог твои глаза и услышь слова Сан-Ирива, которые он послал, чтобы поносить Бога живого. Действительно, Бог разрушили цари Сирийские, все государства и их земли и отдали их богов огню, потому что не Бога они, только лишь изделия рук человеческих, дерево и камень, погубили их. Но ты, но сейчас Бог все сильный, спаси нас от руки и узнаю, что царство земли, лишь ты Бог один все сильный. И мы знаем, что пророк Ишаяу великий, пророк поддерживает царя не сдаваться. Талмуд описывает опять-таки, что была партия, которая предлагала сдаваться. Это партия Шевны, Шевна-писец. Сегодня эта должность называется министр канцелярии премьер-министр. Человек самый ближайший помощник премьер-министра. Есть такая должность в Израиле, Германии, еще в массе мест. И этот человек, второй человек государства, можно сказать, он предлагал сдаваться. Это видно из текста, это Амуд говорит. И поэтому послал Ишаяу сына Амуд передать Искьяу. Так сказал Бог все сильный Израиля. То, о чем молился ты, Асан-Иривец царя сирийского услышал я? Услышал я? Это я принимаю твою молитву. Поэтому опять-таки есть еще одна параллель. Значит, что Бог сделает чудо через меня? А возможно нет. И что будет тогда? Она погибла? И поэтому опять-таки откуда у Юдит такая уверенность, что она делает осуществится? Что она преуспеет? В первой истории про Царь Искьяу есть партия, которая готова не сдаваться. Это партия Царь Искьяу. В ней есть два человека всего. Царь и пророк. Но это важные люди. То есть весь город Ишевна, глава канцелярии, а не то, чтобы сдаться. Тем не менее, люди, у которых ключи, люди, у которых право подписи и печати, люди, которые во главе пирамиды, царь это физическая власть, пророк это власть духовная, они вдвоем сдерживают всю эту партию всего города не сдаваться. И опять-таки, самое главное здесь, что здесь есть пророк, который говорит, Бог услышал твой молитв, он сделал, как ты говоришь. И мы знаем, чем кончилось. и вышел Ангей Господень и поразил. Значит, 180 тысяч, как написано? Сколько? 165 тысяч. Это, опять-таки, конец 19-й главы. Поэтому так сказал Бога царя Сирийского, не войдет он в этот город, Иерусалим, и не выпустит там ни одной стрелы внутри города. Физически не зайдет. И не выйдет против него со щитом, и насыпает против него садный вал. Насыпать садный вал это почти конец. Это то, что делали римляне, и потом тараном пробивается стена. По дороге, к которой пришел он к нему, к городу, возвратиться в этот город, и в город не войдет. Слово Бога. И защищу этот город, чтобы спасти его ради меня самого и ради Давида Рабанова, ради царя Давида. И было в ту ночь, предложение 36, 19 глава, вышел ангел Бога и сожжил в Василийском стане 185 тысяч. Ваша правда. 175. 170 тысяч. Спасибо. И встали в реврю рано утром, и вот все они упали мертвыми. Это единственный раз, когда такое великое чудо упоминается в Танахе. Еще раз, Бог там вмешивался в войны не раз, инсидант в стороне евреев, в войнах других государств народов, но здесь вот напрямую чудо вышел ангел Господень. Итак, опять-таки, вопрос остается в силе. И Шаял знал, что он говорит. Юдит знает, что она говорит. Как Юдит уверена в том, что произойдет? Интуиция. Кто-то скажет, женская логика? То есть, такого не было. То есть, опять-таки, нам понять, почему через Юдит осуществилось чудо, и как она была уверена, что оно осуществится. И здесь, и здесь мы, как ни странно, пойдем в книгу Маковеев, чтобы понять, что же там было. Значит, я говорил, что есть четыре книги Маковеев по христианскому делению. Последние, самые недостоверные, то есть, самые фальсифицированные. Но первая книга Маковеев была написана через одно-два поколения после победы Хануки. То есть, она была написана еще при живом храме. И люди еще видели и слышали, те, кто написал настоящую историю Хануки. Поэтому, как правило, когда цитируют, это первую книгу Маковеев, иногда вторую, но не более того. Третий, четвертый, абсолютно полные фальсификации от начала до конца. Так вот, упоминается в первой книге Маковеев, что параллельно с приказом о первой брачной ночи был приказ о запрете на обрезание. Был приказ о запрете на обрезание. Что было с теми, кто его нарушали? Смертная казнь. Смертная казнь всем. Смертная казнь тому, кто делал обрезание, смертная казнь матери-младенца и младенцу. Например, как? В Мойле. В Мойле. В Мойле первому. Сейчас увидим, что написано. В мое время, когда мы имели счастье в кавычках расти при советской власти, то наказывали только Мойле. То есть, если был пункт о члене вредительстве, его применяли только против евреев, никогда не против мусульман, не против никого. И если доносили, что евреи делали обрезание, то были Мойле, которые шли в тюрьму. Я знал. Самой семье, младенцу ничего не делали. Здесь же, здесь же мы видим, что наказывают абсолютно всех. И обрезателя, и мать, и ребенка. Самое интересное, а где отец во всей этой истории? Отца чего не наказывают? Его отпустили? Иди гуляй. Пей кока-колу, все хорошо, рябчиков жуй. Где отец? Отец на войне. Евреи воюют с греками. Это в случае, если он жив, он воюет. Если нет, он уже погиб. И так написано. И женщины, которые обрезали своих детей, по приказу царя, греко-сирийцев, были убиты. И вешали им их младенцев на шею. Тех, кто делал обрезание, убивали мечом, дома их разграбляли. Был приказ разграблять дома Мойлей. И выбирали женщины смерть. за то, чтобы не осквернить волю Всевышнего и умирали. Первая книга Маковеев, первая глава, пасут 58, 61. Цитата из другого места. И было две женщины, которые обрезали своих сыновей. И тогда связали этих женщин и их детей, младенцев, и перевязали младенцев этих грудям матерей и провели с позором через весь город, через Иерусалим. Хаир, это Иерусалим. И после этого столкнули их со стены города, с Иерусалимской стены. Убили и матерей младенцев. И еще цитата. И также были истории, когда убивали только младенцев. И Мойли, матерей стали живых, и матери кидались со стены Иерусалима вслед за младенцем. Вот такие истории. Талмуд в Томисан Едрин Айн Далет Амудалев пишет известную историю, что Балят Гак Бетнад Завлуди там решили какие заповеди, за которые нужно отдать душу, не перейти их, а все остальное можно нарушить. То есть есть такое время зман шмат, время уничтожения. Поэтому когда можно что спасти жизнь, что можно приступить и что нет. И вы знаете эти три заповеди какие, что все можно переступить и нарушить, кроме идолопоклонства и разврата и кровопролития, кроме убийства. Все остальное можно нарушить. То есть если там опять-таки это очень сложно, не дай бог это критические ситуации, тем не менее опять-таки Бритмила здесь фигурирует или нет в этом списке, чтобы дать свою душу, дать свою жизнь. Вроде как нет. Вроде как нет. тем не менее женщины интуитивно, значит, интуитивно, женская интуиция, они, значит, почувствовали следующую связь, что так как обрезание это завет со Всевышним, союз у сынов Израиля свой, у сынов но это союз со Всевышним и Всевышний выполнит свое слово, он сдержит свое слово, как говорит бог, пророк Исаия, слово в господи, не слово человека, грант, подписи, да, это то, что мы читаем в субботу, что ни одно из его слов не упадет на землю, просто так любое малейшее слово сбудется. Женщины делают больше, чем нужно, больше, чем требуется, больше, чем говорит закон. И Всевышний пошел им навстречу. Вот откуда уверенность югидов в том, что произойдет. Она готова пожертвовать своей жизнью, она идет свернуться перед этим царем греха сирийцем. Она готова отдать свою жизнь, чтобы принести избавление. Она делает больше, чем нужно. Кто-то обязан делать то, что мы делаем, никто. Более того, остальные даже не подумали, никому в голову не пришлось делать то, что мы делаем. То есть, когда человек самоотверженно не по глупости, не по пьянке, а когда человек просчитывает и продумает и готов отдать свою жизнь даже, то можно таким-то образом быть уверенным, хотя она абсолютно не пророчица, ее братья не пророки, она рассказывает сказки. и поэтому поэтому то, что написано, что женщины были при том чуде, это не то, что они тоже жили там, катались, воевали. Они не бегали с мечом, не стеряли из лука, они не работали в одной обычной стилу, как было в современных войнах, нет. Женщины боролись за обрезание. Обратите, они здесь нигде не фигурируют мужчины, что они там боролись за обрезание, отдавали своей жизни, что-то чего-то. Только женщины. Это показатель. И это, и это то, что привело к чуду спасения. И кстати, это написано в первой книге Макалеев, что когда Матитьяу Хасмане старший из Макалеев и его друзья победили греко-силийцев, прошли они во всех границах Израиля, разбили все возвышения и обрезали всех владельцев, которые еще не были обрезаны. То есть это мы видим четкий не набег четко свидетельства, что да, был такой приказ про запрет на обрезание. И были люди, которые боялись это делать, не делали. И были женщины, которые отдавали свою жизнь. Мы знаем более того, да, что были евреи, которые наоборот пытались ликвидировать обрезание. Как можно ликвидировать обрезание? Это не было пластической хирургии. Врачи были пластической хирургии, не было. Хирургия была, не везде. Христиан потом в Толщах уже запрещали анатомические скромотелы. Люди ездили в Грецию, люди ездили в Египет. Эти люди вытягивали крайнюю плоть, называется Мшох Борла. Мы так говорим, напоминаем Талмуд напрямую. Значит, так как греки занимались спортом, на Олимпиадах голыми абсолютно, без женщин, женщин добро себя, женщин не пускай. Такая демократия была, равноправия. То было видно, кто есть кто, и евреи, которые хотели перестать быть евреями, стать греками, вытягивали крайнюю плоть, самым приятным методом привязывали грузики, и вон нас есть врач, и даст собрать, со временем кожа регенерирует, со временем она растает. То есть это даже примитивным способом да можно сделать. Как это ни странно, сегодня пришить, что же хотите, пришить, отрежу, без проблем. И туда, и сюда. И поэтому опять-таки есть одно направление евреей, которые хотят стать греками, привязывают грузики, есть евреи, которые дают свою жизнь матери и младенцам. И это вот привело к избавлению. То есть это заставило мужиков самодвижные женщины взяться за мечи воевать. И это то, что привело к чуду. То есть первоисточник это темно женщин не оскорняться правом первой ночи делать обрезания своего младенца. Поэтому когда люди жалуются я не хочу зажигать феррукальные свечи, что я должен зато иудить, зажигать. Сода зажигает. там труд. Ответ это не из-за людей мы зажигаем феррукальные свечи, а из-за всех женщин, которые в то время привели к восстанию, которые духом не пали, как мужчины, как это не странно звучит, которые заставили мужчин выйти на войну, женщин, которые отдавали жизнь. и это то, что имеется ввиду, они были при том чуде. Женщины начали это чудо совершенно не военную метку, а самотверженность. И поэтому эта иудит, она надеется, так как она не знает, что будет, но она надеется, что Бог ей поможет, и Бог ей помогает. И поэтому вывод, опять-таки, история иудит была и была много раз. Она была, и как написано в книге иудит, в начале второго храма при персах, и она была при грехах. Это действительно так. Но опять-таки, мы не полагаемся на книгу Маккавеев, как на святую книгу, где каждая буква говорил, это греческий перевод, но исторически мы иногда цитируем первую и вторую книгу Маккавеев, не дальше. Поэтому женщины не просто молились в солны, что тоже важно и нужно, они действовали, они действовали и готовили отдать свою жизнь своих детей. И это то, что привело к чуду. У меня все на сегодня. Вопросы? Цепора тоже делала, да, потому что каменным ножом. поэтому кто еще это не обрезал седали соседа, приходите. Да. По минимуму можно один на всех, но лучше и по максимуму я вам раздаю, да, каждый зажигает свой. принято сегодня, что есть один общий семейный, потом каждый свой. Даже маленькие дети мои, каждый мой свой. То есть каждый зажигает. А обязание это не шутка, обязание это важная вещь, поэтому это нужно, это нужно, это нужно, это нужно. Вопросы? Ассирия, это сегодняшняя Ассирия. Персия это сегодняшние иранцы это Персия. До 1943 года это было Персия, так и называлось. Они изменили слово Иран, а слово Алисы с фарцистами связались, союзниками были, поэтому державы оккупировали, Советский Союз там был долгое 1843 английские рассказывали советские Персия это Иран, это не арабы, это Иран. Таким образом сейчас ислам, ислам у них это не простой вопрос, ведь они были заранстрельцами, и поэтому у них там сегодня есть заранстрельцы и долопроклонник. Я говорил, поклоняются огнем. Духом и хорошим родом. Они есть на Западе немножко, но там их несколько миллионов есть места в парламенте. Опять-таки у них очень своеобразный ислам. У них как следствие того, что они были долопоклонниками, у них шиитский ислам. Поэтому суннит их не признают, убивают друг друга. Там есть элементы долопоклонничества. И там есть масса проблем. То есть то, что они были поклонниками по сей день, на зоне их отпечатают. Их ислам, по мнению суннита, еще раз, я не судья, мне все равно, я не историю очень проблематичны с точки зрения монотеизма. Особенно это ответвление всяких типов аловитов, которые пошли. Потому что люди как сунниты, это вообще там такие юридики полные. Поэтому будь воля, суннитами не при всех вырезках. То есть они очень проблематичны. Не чистый монотеизм. Мы говорили, что это успех войны, чудо с маслом, то, что евреи выстояли, что они не поднялись на восстание. Опять-таки мы говорили, что поначалу забыли Тору и знали, что в субботу можно воевать. То есть массу вещей все это забыли. То есть была деградация. Была деградация в том, что был храм. Храм был какой-то маленький и абсолютно неважный даже для евреев. Поэтому мы роду перестраивают, расширяют. То есть история то, что вернулись из Израиля, был храм, но мы видим, что духовно была деградация. Забыли элементарные законы. Это было благодаря Хануке постоянно есть история вот был закон, не знаем, что делать. Испомнили, что там стал евреев, он стал, он еще помнит у стариков. Забыли массу Тора. Ханука восстановила Тору, восстановила законы. Вот в результате этой войны мы видим, да, говорили, что три вещи, которые нельзя никогда переступать. То есть Тора заново раскрылась через Хануку. Рамбом пишет, что благодаря победе в Хануку государство еврейское еще продлижалось 150 лет. То есть он видит отдельную ценность в этом. И так же опять-таки и как следствие Ирод перестраивал храм. храмом в полном понятии до этого это было жалкое зрелище. Четыре столетия это было жалкое зрелище. Поэтому как правило, когда второе храме есть до конца этого храма. Случайно у христиан называют храмом Ирода. Но в конце великолепное здание. полном говорит кто кто не видел храма Ирода не видел красивое здание в жизни. Точнее это было не так. Храм был жалкое зрелище. Это был стыдный позор. Поэтому Ханукаля чудо оно имеет много аспектов какие мы празднуем все. Просто я говорил в разных поколениях подчеркиваем разные вещи. Когда мы в Галуте преследуем храмея мы в Галуте акцент идет на чудо с маслом. Когда мы на своей земле имеем свое старство то есть некие параллели они подтверждают мы подтверждаем. То есть акцент идет и на военную победу. И поэтому в Галуте много аспектов каждое поколение будет отмечать как центральный аспект возможно разные вещи. В Галуте есть много ликов так у 70 ликов. Еще вопросы? Вопрос в сумм о тайне города что сейчас в основном смущает мужчину делать обрезание? Ну мужчины скажите вопросы сумм от тайной горбей а что сейчас в основном смущает мужчин делать обрезание? Заинтересованная женщина отсутствие заинтересованности а что женщины блокируют мужчин запрещают ну ответ что женщины во всем виноваты перевезти виноват жена как отдал ты мне она мы тут не врачей по мнению доктора ферца смущает женщин мужчин мужчин смущает женщин окей ты меня на том а там спрашивает ваше мнение мужчин сегодня сидящий здесь здесь там спрашивает роды ног там спрашивает сегодня сейчас что смущает мужчин сегодня сидящий здесь я не знаю потому что я не это я не в этой цельной группе скажем так как а а ну в общем я думаю опять таки мое мнение вот это христианское влияние христианство отменило признание и более того оно считается чем-то плохим и позорным и в первую очередь вейским признанием поэтому люди мое мнение не хотят это делать но это мое мнение незнание о смысле облизания страх стоимость отсутствия возможности я не думаю что стоимость тут иметь какую-то люди тратят кучу денег на глупости сегодня деньги людей есть я не думаю что стоимость облизания она причина того что людям они делают прием мне кажется это более духовная причина страх незнание отсутствия возможности сегодня любой урок может более-менее это что я говорю нелегитимность стыдно что христианство придало аспект нелегитимности что что-то нехорошее что-то стыдно да нацисты проверяли кто еврея через облизание поэтому у нас были евреи которые после войны второй мировой реализовывали облизание через детство я знаю массу таких историй и сколько лет уже прошло после войны мир изменился поэтому я заканчиваю урок что облизание чтобы не говорили делать нужно все на этом всем привет с дешковицы мы заканчиваем нашу трансляцию переключаем спасибо за внимание нет Продолжение следует...